Добрый день дорогие севастопольцы, добрый день дорогие россияне, добрый день Сергей Анатольевич Бенали, добрый день Сергей Анатольевич Нищаев. Традиционно в серии передачи о чем говорят у Бенали, поднимаем глободневные вопросы, обсуждаем, рассуждаем, комментируем, предполагаем. Вопрос такой, какие вопросы еще поднимались в последнее время и перед кем? Нашим общественным движением за наш город Герой Севастополь. С кого начнем? Ну давайте, документы ближе, песни ближе. Мы также направили в адрес президента Российской Федерации предложение. Считаем, что необходимо, Совет общественного движения за наш город Герой Севастополь просит вас рассмотреть и поддержать наши предложения. Первое. Создать государственный орган Совет национальности России, который будет являться органом национального представительства и отражать особые специфические интересы народов России, связанные с их национальными особенностями. Второе. Создать Всероссийскую государственную организацию дружбы народов России, что будет являться одной из движущих сил общества. Это важнейшая закономерность новых межнациональных взаимоотношений, характерных для нашего общества. Великий источник мощи и необходимости России с открытием в регионах России своих представителей. Ну, вместо Ассамблеи народов России, которая по Севастополю, как мы видим, не выполняет свои функции. И само слово «Ассамблея», мне кажется, ну, нам кажется. Дальше. Провести встречу с представителями всех народов России, которых более 190 представителей народности в России. Объяснить ситуацию сегодняшнюю со своего опытом. Я сейчас объясню, почему это было написано. Где бы каждый из них на своем языке обратились бы своим согражданам, где бы они не находились на русском и на своем языке, на родном. Объяснили, с чем это связано СВО, какая ситуация и все остальное. Ну, и также открыть филиалы. Значит, четвертый пункт, который мы указывали, что во всех регионах и городах России должны звучать народные патриотические песни. Ну, естественно, на разных языках многонационального народа России. На городских площадках проводить концерты при участии коллективов в народной самодеятельности. Ну, где... Ну, да. Коллектив... Холод проводить встречи с представителями народов России, с ветеранами вооруженных сил, участниками боевых действий, пенсионерами, патриотами и с привлечением в СМИ. И это было связано... Это то, что на сегодняшний день мы увидели, идет рассвоение общества. Особенно украинцы, вот мы видим, в Севастополе даже, да, в начале. И хотелось бы, все-таки, чтобы мы вернулись к тому первому, скажем так, ну, не источнику, а как это вот у нас в Советском Союзе, у нас же ж было... Традиции. И традиции. Но жили все вместе, ездили кто-то в Грузию, в Узбекистан жил, кто-то сюда приезжал, но опять же, мы получили ответ от того же главного Советника Департамента. Значит, я быстренько позволю зачитать, а потом, если будет необходимость, мы с вами обсудим. Почему мы к вам всем обращаемся и читаем вам? Потому что мы столкнулись с тем, что подавляющее, к сожалению, подавляющее большинство вообще не знает, что происходит. И что нужно делать. Вопросов задают много. Поэтому мы вас предлагаем, приглашаем к диалогу. Мы знаем, что даже любой человек, когда слушает или смотрит видео, он уже мысленно разговаривает, с чем-то соглашается, с чем-то нет. И даже начинает спорить, но этот разговор происходит как бы у него внутри себя. Ну да, и что-то откладывается в его голове. Значит, что нам пишет господин этот советник? Рассмотрено и сообщает, что по национальному вопросу, по третическому воспитанию сегодня уделяется много внимания. Никто не говорит, что оно не уделяется, но мы не видим его. Во всяком случае в Севастополе эти два момента, которые мы перед этим обсуждали по ветеранским организациям. Они нигде не видны, ничего не слышны. И особенно по национальному вопросу. Может, оно где-то и уделяется, и идет работа, но не все в Севастополе. Значит, национальными и межнациональными отношениями на постоянной основе занимается Федеральное агентство по делам национальности. Значит, объясняю, что такое Федеральное агентство и куда нас посылает господин Байло. Это агентство, которое занимается межнациональными вопросами за пределами государства, да, с гражданами, скажем так. Дальше. По делам так. Есть также соответствующий совет при президенте Российской Федерации. Да, есть этот совет при Российской Федерации. Мы написали по коррупции в этот совет письмо. Нам тоже Байло поставил адресат, а не доходит. То есть идут отписки. Поэтому у нас есть все основания предполагать, а на своем ли это человеком месте и чьи интересы он преследует. Дальше. Государство через систему грантов поддерживает и поощряет деятельность общественных организаций, которые могут предложить новые интересные проекты, в том числе связанные с патриотической деятельностью. Еще раз повторим, что гранты, и мы предлагаем, чтобы была единая централизованная система финансирования этого органа. В связи с вашим предложением, обращаю внимание о целях обеспечения. То есть он нас опять посылает, идите через интернет. Еще раз говорю, мы хозяева, а вы слуги. Поэтому, господин Байло, будьте добры, отрабатывайте вашу зарплату, исполняйте свои функциональные обязанности. И не путайте. Народ едет в карете, а вы эту карету тянете. Если вот более так подробно и сказать уже, чтобы доходчиво было. Дальше вот нам пишут, что интернет это самая общественная инициатива и все остальное. Значит, еще раз подчеркну, наши предложения исходят из лучших побуждений. И из того, что мы сегодня с вами имеем, и они востребованы на сегодняшний день. Я больше дополнять ничего не хочу, за исключением того, что все-таки администрация президента хотелось бы, чтобы пересмотрела все-таки кадровый вопрос. Кадровую политику. И все-таки внутренняя политика это вообще бич. Я так понимаю, не только в Севастополе, но и в России тоже. К сожалению, не еще и репутацию президента портят. Ну, я в двух словах просто скажу, что все правильно вы говорите, что письма направляются, отписки идут. А хотелось бы уже сегодня, даже не сегодня, а уже вчера, наверное, жить в цивилизованном обществе, которое будет построено на принципах, которое будет обогащать друг друга народ. Один народ обогащает другой народ различными своими какими-то традиционными, только присущими этому народу, там, танцами, культурой и прочее. А, к сожалению, сегодня мы все чаще и чаще сталкиваемся с тем, что это пока затруднительный вопрос, потому что, ну, часто в Севастополе, что этот вопрос буксует, в общем-то. И к моему личному удивлению, я просто удивляюсь, например, проводятся какие-то встречи, какие-то концерты огромные проводятся, да? А нигде в средствах информации, нигде ни о чем никто не говорит, никто ничего не знает толком. Вот до чего уже доходит. Или вот, опять же, я уже об этом говорил, помните, мы были в Балаклаве, когда день освобождения Балаклавы, да? Четырехчасовой концерт, огромный концерт, эшелон Победы. Ни одно телевидение не представлено, никто ничего не снимал. Я там единственный оказался, снял и отправил эту запись, дал ДГР, потому что оттуда они это все организовывали, и они просто были счастливы от этого, что это сохранилось, что это есть. А такое впечатление, что нашему правительству не нужен патриотизм, не нужны дружба народов, и фактически вообще ничего не нужно. Ну где было руководство Балаклавы? Где было руководство Севастополя? Нет, Бабошкин был в это время, я его видел. И не только Бабошкин был. Бабошкин, Ловович был, а телевидения не было. А телевидение было, оно их снимало. Оно их сняло больших камер, что они прошли возле этих БТРов. А так как радовались дети. Ну вот надо понимать, кого обслуживает наше телевидение. Вот это плохо, надо, чтобы наше севастопольское телевидение, не только севастопольское, а российское телевидение, фактически обращало внимание на народ, и заботилось о его и воспитании патриотических, и традициях, духе воспитания вообще и дружбы народов, и вообще единения всего. Мы тогда предлагали в свое время, чтобы там было два здания, в одно здание отдали конкретно под ветеранские организации, чтобы объединить, чтобы там они все были, там вместе были. И второе здание передать, ну скажем, дружбе народов, чтобы там четырехэтажное здание было, еще одно там спальное было. Сделать там офисы всех народов и музеи, чтобы там были, ну нас послали нафиг, как всегда, вот эти вот материковые, по наехе. Я хочу тоже добавить, пользуясь случаем, сказать, что такая же ситуация была, вы, наверное, знаете, да, этот рассказ мне рассказала Татьяна Александровна Ермакова, когда она сказала, что еще во времена Украины был сделан проект, было, чуть ли не Лужков там помогал, была территория выделена, где собирался, я видел, проект красивейший, четырехэтажное красивое здание, с надпись такая, русская община или русский мир, русский дом, да. Ну и с чем это закончилось? Пришли российские материковые чиновники и, к сожалению, пошли суды в результате ни земли, ни дома этого, и еще на Татьяну Александровну, которая всю свою жизнь боролась за то, чтобы Крым и Севастополь были в составе Российской Федерации и 500 тысяч рублей навесили и сказали, плати. Ну это вообще дебилизм, просто дебилизм, конкретный дебилизм. Или это просто разрушение устоев, фактически, русского народа. То есть это, я считаю, что это проявление враждебности по отношению к организации русской общины. Вот так бы я хотелось бы. Ну как не назовешь здесь, ты не поговоришь о пятой колонии. Да видно это все, я это вижу. Люди, которые за Россию боролись здесь. Да, их всех потом под гильотину поставили. Всех абсолютно. Это просто... Самых активных людей. И кто поставил. И это не делается открыто, это делается из-под тяжка, через суды, через какие-то там давления на человека и прочее. И это и Анатолий Морета, это и Ермакова, это и Басов, это и кто еще там? Большаков, Храмов. А Большаков вообще, Валерия Большакова судили за экстремизм. Я был у него на суде, да. Это тот человек, который выходил с транспарантом, когда, помните, Сергей Анатольевич, корабли заходили в бухту натовские. И он их посылал там. Вон с нашей бухты, нечего вам здесь делать. И вот пришла Российская Федерация, и его осудили по статье экстремизм, которая в бразях не была. Все. Вот что происходит. Это, кстати, делают фактически те чиновники, которые сейчас находятся в городе. А вообще, мое личное мнение, я не побоюсь этого слова, это определенная установка на подавление активных людей, которые каким-то образом не вписываются в ту самую, так называемую, российскую обойму. Она не вписывается. Значит, что этих людей надо просто убрать, и на их место поставить вот таких людей, которые будут там, я не знаю, там, как помните у нас, вы знаете, у нас, не будем опять его называть, когда человек там прошел курсы Лесли, курсы обольщения, там, и прочее. И вот эти люди, смотришь, они все больше, еще чаще занимают какие-то руководящие посты в городе. Там Ермакова, которая там 30 лет боролась за то, чтобы здесь было, Севастополь был российским. Это же фактически невероятный факт, когда Крым и Севастополь вернулись в состав Российской Федерации. Это просто историческое, глобальное значение, и еще когда-нибудь будет дана полная оценка этому, насколько сложно это было произошло. Это как присоединение, вы знаете, когда Екатерина II присоединила Краснодарский край, и тамаи своим указом, чтобы дабы избежать разграбления, уничтожения народов и навести здесь, на юге, порядок. Просто и спокойно. И Крым под этот же указ подвела и Крым. Все просто. А здесь получается такое безобразие творится. И что, мы сегодня с вами, наше общественное движение, за наш город-герой Севастополь, должны что, об этом молчать? Я не вижу смысла молчать. Надо сегодня об этом говорить, об этом заявлять, и бороться именно в этом направлении. Ущемленные не только данная категория людей, а ущемляются и другие люди. Но почему-то, к сожалению, на сегодняшний день правовых оценок не получается, и никто не разбирается с этим. Кого-то это устраивает, получается. Меня это не устраивает. Сергей Анатольевич, вас это устраивает? Не устраивает. Вас, Сергей Анатольевич, устраивает? Да, даже не правовые оценки. Здесь вот идет о русской весне, к которой я отношения не имею. Ну да. «С материка» смотрел на эти события в 2014 году, а когда приехал сюда, познакомился со всеми вами, разговаривал, меня лично удивляет, как тут историю пишут. Переписали уже, да? Просто постоянно появляются какие-то фильмы, новые, новые лица. Было так. И там такие герои, которые тут все организовывали. И меня-то больше всего возмущает то, что те люди, которые действительно здесь этим занимались, они молчат. Ну не все молчат. Ну, основное, в основном молчат. Никто не говорит. Я считаю, что когда, если кто-то на себя набросил этого пуху и прибавил себе какие-то подвиги, его нужно сразу же останавливать, нужно официально говорить о том, что, ребята, вы не перегибайте палочку, вы говорите то, что действительно реально было. Если вы вот это делали, ради Бога, если это не делали, не надо себе приписывать. Потому что в истории очень много случаев, когда подобные люди, искажая историю, они так ее и оставили таковой. Переделали. Потом на этом материале учат наших детей, внуков, и таким образом формируется мнение о том, что было тогда-то-тогда-то. А русская весна это очень мощное, историческое событие, которое наверняка будет в наших учебниках. И лично я не хочу, чтобы мои дети и мои внуки изучали эту историю, высосанную из пальца, что происходит сегодня. Спасибо большое. И генера Россия и Роснажаев не должны занимать какие-то простые города вообще. много больше, чем в Севастополе придет. То есть у нас уменьшили. Мы все делаем для севастопольцев, никто же не спорит.